Всем привет! Вы на канале СкайТоп. В ММА, как и в любом другом единоборстве, масса и рост спортсмена не имеют решающего значения. Более важным для бойца является владение техникой, выносливость и опыт. Не так редко бывает, что небольшой боец отправляет в нокаут более рослого и тяжелого оппонента. Но все же высокий рост дает определенные преимущества, и спортсмены высокого роста очень неплохо выступают. И сегодня речь пойдет о семи самых высоких бойцах ММА. Ну что ж, погнали! Алистер Оверим. Профессиональный боец из Нидерландов. Алистер имеет рост в 194 сантиметра, при этом он обладает внушительной мышечной массой, так как часто проводит тяжелые тренировки с железом. Весит спортсмен целых 116 килограмм, но это не мешает ему быстро двигаться и иметь отличную выносливость. Оверим родился 17 мая 1980 года в Великобритании. Родители развелись, когда Алистеру было 6 лет, и мать вместе с ним и братом Валентином переехали в Нидерланды, где они и выросли. В 15 лет Алистер вместе с братом пришли в зал к Крису Долману, чтобы научиться постоять за себя. На профессиональном ринге Алистер Оверим провел 60 боев, выиграл 43 боя, причем 19 из них нокаутом. Александр Волков. Российский боец смешанного стиля. Александр – высокий спортсмен, рост которого составляет 201 сантиметр, а вес доходит до 107 килограмм. Он родился 24 октября 1988 года в Москве. Александр начал карьеру в смешанных боях потому, что ему стало интересно попробовать себя в боях по правилам ММА. В отличие от множества других видов единоборств, где на взгляд спортсмена слишком много ограничений, ММА максимально приближена к условиям реального поединка. Свой первый рейтинговый поединок Волков провел в Петербурге во втором туре М1 Селекшн. Тогда его противником был Николай Плешаков, который быстро проиграл нокаутом. У Волкова довольно много различных титулов. Чемпион Москвы по карате. Финалист командного чемпионата России по версии М1. Черный пояс – миксфайт Цу Синген. Коричневый пояс по Пикюсинькай. Пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. За всю карьеру Александр провел 36 боев. Выиграл 30, из которых 20 нокаутом. Эммануэль Ярбора. Самый тяжелый боец в мире. Его рост – 203 см, а вес при этом – 320 кг. С самого детства у Ярборы были проблемы с весом. В 14 лет парень весил уже 163 кг, что поставило его жизни и здоровье под удар. И только спорт смог спасти его в юношеские годы. Эммануэль начал заниматься дзюдо. Вскоре перешел в борьбу. Американский футбол и сумо. На ринге этого человека-скалу свалить с ног очень тяжело. А его удары способны сотрясти любого. К сожалению, в настоящее время Эммануэля Ярбора по прозвищу Кроха уже нет в живых. Сэмми Схилт. Профессиональный голландский кикбоксер и боец ММА. Четырехкратный чемпион мирового Гран-при К1. Первый боец в истории К1, выигравший чемпионат три раза подряд. С 2005 по 2007 год. Рост у Сэмми – 112 см. Вес – 116 кг. Боец родился 27 октября 1973 года. Выступление в смешанных боях Схилт начал в мае 1996 года. С начала особых успехов достичь ему не удавалось. Однако спустя 3,5 года, в ноябре 1999 года, он все же завоевал титул чемпиона в бою с Югей Кондо. В мае 2001 года Сэмми дебютировал в UFC, одной из двух ведущих организаций ММА в мире на то время. На счету у Сэмми 41 бой, из которых победы закончились 26. Стефан Стрюве. Голландский боец смешанного стиля. Представитель тяжелой весовой категории. Рост спортсмена составляет 213 см. При этом весит он 120 кг. Стефан выступает на профессиональном уровне, начиная с 2005 года. И известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций, как UFC, М1 Global и других. Стефан Стрюве родился 18 февраля 1988 года в городе Бевервейке, провинции Северная Голландия. В детстве он играл в футбол, а в возрасте 14 лет по совету брата записался в местный клуб единоборств и вскоре решил стать бойцом ММА. Стефан провел 38 боев, выиграл 28, из них 8 нокаутом. Пауло Сильва. Более известен как гигант Сильва. Огромный спортсмен из Сан-Паулу. Сильва имеет рост 217 см, при этом его вес составляет целых 175 кг. Пауло был раньше баскетболистом, причем даже выступал на Олимпийских играх за сборную своей страны. В 90-х Сильва, сменивший имидж и отрастивший копнувьющихся волос, присоединился к Американской ассоциации рестлинга, где прославился лишь тем, что стал самым высоким рестлером в истории спорта. В 2003 году Сильва принимает ошибочные решения дебютировать в ММА. Раскрученность его персонажа позволила гиганту сходу стартовать боем против опытного хита Херинга. А дальше был один беспросветный цирк, в процессе которого гигант осилил только двух сумоистов, а всем остальным соперникам уступил досрочно. За всю карьеру Сильва провел 8 боев, из которых выиграл только 2. И на первом месте нашего рейтинга самых высоких бойцов находится Хонгман Чой, известный южнокорейский боец смешанного стиля. Азиатские фанаты и болельщики дали ему прозвище «Корейский монстр» и «Корейский колос». Он считается одним из самых крупных спортсменов в мире. Рост Хонгман Чой составляет 218 см, вес от 160 до 167 кг. При этом он страдает заболеванием акромегалией, которые провоцируют постоянный рост и утолщение костей, особенно в лицевой части. Его бойцовский дебют состоялся 19 марта 2005 года на этапе мирового Гран-при К1 в Сеуле. В настоящий момент спортсмен больше не выступает. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди много интересного. И включайте оповещение с помощью этого колокольчика, и тогда вы первыми будете узнавать о выходе новых видео. А я желаю вам хорошего настроения и удачи. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok